Мир вам, братья и сестры! После Гульнарной Шавкатвына сложно выходить проповедовать. Меня зовут Александр. Бог мне дал возможность быть в вашей церкви уже, я даже не помню, может быть, четвертый раз. Слава Богу, мне всегда приятно быть у вас. Спасибо за теплый прием. За заботу, которую вы оказываете, когда принимаете нас здесь. Мы благословлены вашим служением. Наша церковь благословлена вашим служением. И хотел бы открыть книгу пророка Еремии, первую главу, и прочитать с 11 стиха. «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Еремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Аминь». Еремия был достаточно молодым пророком, и немножко выше в этой же главе он говорит, «Господи, я молод», да, и Бог ему в ответ говорит, «Не говори, что ты молод, потому что куда бы я тебя не послал, ты пойдешь, и все, что я тебе скажу, говорит, ты будешь говорить». И, может быть, Еремия по своей скромности, да, по неопытности, он не понимал, да, всего, но здесь, когда Бог ему задает вопрос, что ты видишь, и Еремия ему отвечает, что видит, и Господь подтверждает, ты верно видишь. То есть у тебя правильный взгляд, ты правильно понимаешь, ты правильно оцениваешь ситуацию. И вы знаете, братья и сестры, у нас, как у верующих людей, да, есть какое-то видение, может быть, видение нашего в будущем. Мы как-то представляем, да, может быть, кем будут наши дети. Вообще, что мы будем делать, ну, даже вот через месяц, да, мы строим какие-то планы. То есть мы немножко пытаемся видеть наперед какие-то события, может, как они будут происходить, мы что-то представляем, ожидаем. И, наверное, у нас есть искушение видеть по-разному. Есть другое местописание. Ко мне сегодня подошел маленький мальчик после воскресной школы, вот на служении на Особенного, и дал мне вот тут поделку, они делали, да, и там местописание, то, что там написано, надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. А вот такое местописание, которое, ну, мы, конечно же, понимаем, что Бог дал нам разум, и нам следует его использовать, да, то есть не быть теми людьми, которые абсолютно не используют свой разум. Но, знаете, иногда наш разум, он может иметь состояние такое, когда мы можем что-то видеть, даже Бог нам может что-то показывать, но мы можем это видеть по-человечески. Мы можем оценивать ситуацию взглядом человеческим. Недавно я пережил в своей жизни такую ситуацию, вот у нас родился третий ребенок, сын, долгожданный, и ему было всего лишь, вот, ну, в начале его жизни так получилось, что в первый, извините, ошибся, во второй месяц его жизни мы обнаружили, что у него паховая грыжа. И я как-то молился об этой ситуации, конечно же, молился о Божьей милости, о Божьей благодати для его жизни, да, потому что, ну, мы не встречались никогда вот с подобными обстоятельствами. И когда я молился, Бог дал мне слово, потому что мы думали, конечно же, нужно делать операцию, нужно как-то решать этот вопрос. И когда уже дело подходило к тому, что вот операция, да, мы собрали все анализы, и Бог дал слово то, что будут последствия определенные, да, будут осложнения после операции, но ты не переживай, все будет хорошо. То есть, просто вот дал мне это слово, и я, вот, оно осталось у меня в сердце. И уже когда сыну сделали операцию, и когда уже его привезли после реанимации уже в палату, и он в этот день начал отходить от наркоза, и уже к вечеру он был достаточно бодрый, ну, мы видели, что все хорошо, все в порядке после операции. И единственное, что в чем было, как бы, что нас беспокоило, это то, что он дышал, и у него были хрипы внутри, когда он дышал. И когда его врач смотрел, сказал то, что, ну, чтобы исключить все, надо вот сделать рентген, да, и если нужно, назначить лечение. И мы сделали рентген, и назначили лечение, оказалось, что у него вот с бронхами что-то не в порядке. И когда назначили лечение, вот ему сделали первый укол, антибиотика, у него после операции стоял катетер, и ему сделали укол. И вы знаете, когда сделали укол, он просто за, ну, буквально сразу после укола, через несколько секунд он обмяк на руках у моей жены. Это был уже вечер, наверное, ближе к 10 вечера уже, я никак не имел возможности приехать, да. Вот, супруга мне позвонила и говорит, вот такая ситуация случилась, ну, сделали укол, сын, он на руках обмяк, и его забрали в реанимацию. И когда его забрали в реанимацию, я вспомнил это слово. Я вспомнил это слово, которое Бог мне дал, что будут последствия, но ты не бойся, все будет хорошо. И вы знаете, это слово, оно обновило мою надежду. И, ну, моей жене, наверное, было сложнее, потому что она, ну, она не имела слова от Бога на тот момент. И в тот момент различные, ну, в таких обстоятельствах нас, как людей, различные мысли, да, или различные, ну, какие-то видения будущего посещают, что может произойти вообще, что может быть. Малыш только родился, он, ну, так вот по-человечески он не защищен, да. И я понимаю, что здоровье моего сына, жизнь моего сына, она абсолютно зависит только от Бога. Я благодарю Бога за то, что на тот момент Бог дал мне правильно увидеть обстоятельства. И я начал увещевать свою жену, я начал говорить в ее жизнь слово веры. И я начал, мы буквально, ну, как бы каждый час старался ей звонить, и мы вместе молились. Дома тоже я находился, молился. И через некоторое время уже его привезли из реанимации. И все было хорошо, слава Богу. Он еще был, конечно, в таком, ну, состоянии, очень таком, ну, нехорошем. Она говорит, я когда смотрел на него, мне становилось страшно, потому что я, ну, не понимала, как восстановится он или не восстановится. И потом оказалось, что вообще у него останавливалось дыхание. На некоторое время он не дышал. И вы знаете, братья и сестры, когда в нашу жизнь приходят какие-то ситуации, трудности, да, мы можем видеть эти обстоятельства через призму Божьего Слова, через того, что Бог нам говорит, да, или мы можем видеть через свой разум и через свои чувства. На тот момент чувства мои, да, и чувства моей жены, они абсолютно не соответствовали состоянию, ну, вот такого стопроцентного упования на Божье Слово. Чувства, они достаточно изменчивы, они могут сегодня быть, да, достаточно такими твердыми и внушать нам убежденность, но они переменчивы, к сожалению. Божье Слово, когда оно дает нам силу и дает нам жизнь, как когда-то Иисус Христос сказал, слова, которые говорю я вам, суть духа – жизнь. Слова, которые говорит нам Иисус Христос, они имеют силу и власть, и влияние на нашу душу, на наш разум. И чтобы мы в жизни своей не переживали, мы можем стоять твердо на Божьем Слове, и в Писании также написано, что всякий, кто уповает на Божье Слово и на Бога, он никогда не будет постыжен. Он будет иметь успех, он будет иметь правильный результат в своей жизни. И еще одно местописание, которое я хотел бы открыть, это послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 4 глава, 16 стих. Здесь написано, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Очень интересное и очень такое насыщенное местописание. Здесь написано о церкви, здесь говорится о теле Христа. И здесь написано то, что оно составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение. Что такое превращение? Это прирост. Что такое превращение? Это созидание. Ну, когда тело вот есть, оно растет. Здоровое тело, оно всегда растет. Здоровое тело, оно получает какие-то определенные необходимые полезные вещества или еще что-то, и оно растет. И здесь в Писании написано, что тело растет при действии каждого члена в свою меру. В церкви есть пасторы, есть диаконы, есть те служители, которые отвечают за какие-то виды служения и так далее. Есть те люди, которые имеют больше ответственности, есть те люди, которые имеют меньше ответственности. Но, знаете, Писание говорит, что абсолютно каждый человек в церкви, он важен. В церкви нет человека, который, ну, кто-то, может быть, думает, ну, если я не пастор, значит, вот, ну, на мне нет такой ответственности, значит, я и не настолько важен. Я и не настолько нужен. И что я могу сделать для того, чтобы церковь созидалась? Есть люди, которые, ну, может быть, думают о том, что у меня, ну, нет такого вот дара проповедовать, выходить за кафедру и проповедовать. Вот нет у меня такого дара. Я однажды подумал, что, ну, если бы все люди в церкви имели дар проповедника, наверное, сложновато бы было, братья и сестры. Сложновато бы было, наверное, если бы все люди имели только один дар. Или все были бы пасторами. Тогда и некого было бы, наверное, и учить, да, и некому оказывать душу попечения, да. Или если бы все были бы миссионерами, да, там, или вот все имели какую-то вот определенную группу даров, такую схожую. Но Бог нас так сотворил, то, что мы имеем различные дары. Написано, служение различное и дары различные. И на самом деле, понимая то, что Бог дает нам определенное видение, да, жизни, служения церкви, ее развития, ее движения, у нас в стране, ну, на самом деле, большая нужда. У нас в стране очень много населенных пунктов и очень мало церквей. И мы сегодня молимся, мы сегодня имеем от Бога видение, которое получил наш начальствующий епископ, да. Мы сегодня молимся об этом видении. Ему конкретно Бог проговорил определенные вещи относительно нашей страны, относительно российской церкви. И мы сегодня вместе, поддерживая это видение, хотя, ну, может быть, мы не так часто с ним или с его церковью вот как-то пересекаемся, да, в служении или еще что-то. Но мы сегодня верим в то, что Бог дал нам видение. И мы сегодня хотим делать шаги к созиданию того, чтобы оно исполнилось. Мы верим, что это Божье Слово, которое конкретно проговорено. Вы знаете, здесь у вас, в вашей стране, также есть определенные цели для церкви. И, ну, ваши служители, они, наверное, намного лучше смогут вам рассказать, пояснить, да. И каждый раз они это делают. Но, вы знаете, каждый из нас принимает сам решение, будет ли он частью церкви в той мере, в которую Бог его призывает или не будет. Будет ли он следовать, будет ли он принимать решения те. Потому что Бог, конечно же, нас призывает, но выбор остается за нами. И, слава Богу, ну, у вас прекрасная церковь. Я знаю, что у вас очень много служений. И многие служения, они достаточно так движутся, достигая результатов, имеют успех. Вы знаете, Писание говорит здесь то, что в свою меру каждого члена, в свою меру каждого члена, каждый член тела Христова, он имеет от Бога какую-то определенную меру, которую он может вложить в дело церкви. И, наверное, мы понимаем, ну, конечно же, служение от пастора, оно очень важно. Наверное, нам всем было бы неприятно, если бы мы сегодня пришли, а здесь было бы не убрано, да? Мы подумали, как странно, вот церковь Божия, дом Божий, а здесь не убрано. Бумажки где-то валяются, еще что-то. Это простой пример Божьей работы, которую может выполнять любой человек, который имеет в своем сердце желание, да, и возможность. У него есть руки и ноги, он может прийти, что-то сделать. Я однажды подумал, думаю, Господи, а что мешает христианам? Что мешает христианам посвящать себя на служение Богу? Какие есть препятствия в жизни христианина? Что не дает человеку сделать этот шаг, сказать, Господи, что я могу сделать для Тебя? Что я могу сделать для созидания церкви? И знаете, я увидел то, что, ну, бывает так, что Бог даже показывает что-то человеку, да, но он неверно это видит. Он может видеть это через призму своего разума, через призму опыта своей жизни, через призму, может быть, ну, каких-то ситуаций, которые он переживает на данный момент. И, наверное, задача врага, он хочет сконцентрировать наше внимание не на Божьем видении, он хочет сконцентрировать внимание на наших проблемах, он хочет сконцентрировать наше внимание, может быть, на нашем комфорте, на обустройстве нашей жизни. С нами приехал брат Михаил, вот, к сожалению, его сейчас нету в данный момент, но он вот жил в Минске с самого рождения, да, так сказать, и здесь он многого достиг, он выучился, он всегда был частью церкви, у него было там служение, Бог дал ему прекрасную семью, жену, деток, вот у него было уже трое детей, и он служил, что-то делал в церкви, ну, вы знаете, когда Бог ему начал говорить какие-то вещи, призывать ему, призывать его делать какие-то более серьезные шаги в своей жизни, поехать миссионером в Тулу, это рядом с Калужской областью, город Тулы известный пряниками, самоварами, оружием, да. И, вы знаете, ну, такое достаточно серьезное решение, нужно мужество, чтобы такое решение принять, да, вот взять свою семью из нажитого насиженного места и поехать туда, куда Бог призывает, непростое решение. Я согласен, я понимаю, что люди, они, ну, не делают вот такое решение во мгновение ока, они молятся, готовятся, Бог готовит сердце человека. Вы знаете, и в жизни каждого человека так происходит по мере его веры. И иногда человеку, ну, какому-то человеку вот по его вере не так просто поехать в другую страну и в другой город, а какому-то человеку по его вере не так просто, ну, взять что-то, какую-то малость, да, малую ответственность на себя для того, чтобы что-то делать в церкви для ее созидания. Вы знаете, хотелось бы, ну, быть открытым с вами, то, что, ну, переживая определенные моменты в служении, видишь то, что не все люди в церкви, они готовы вот ревностно поддерживать служение церкви, поддерживать руки тех, которые идут впереди. И очень часто человеку так сильно мешает его разум, его понимание жизни, потому что у него есть свое собственное видение. И это свое собственное видение, оно мешает его вере двигать его туда, куда хочет вести его Бог. Есть, мы понимаем, есть служения какие-то великие, когда, может быть, человек, он рассказывает о великих чудесах Божьих, он рассказывает о том, как он куда-то ездил, и там люди уверовали, может быть, или он проповедовал на стадионе, где было тысячу человек собрано, да, и они покаялись. Но на самом деле есть та малая часть, которую может сделать человек в поддержку служения церкви, в поддержку того видения, которое Бог имеет относительно церкви, относительно служения. Я уехал сегодня, вот так получилось, что моя супруга, когда я уезжал, она лежала в больнице. И у меня две старшие дочки. Вы знаете, я уехал абсолютно спокойно. Я не бросил свою семью. Я уехал абсолютно спокойно, потому что знаю, что мой тыл прикрыт. Мой тыл прикрыт. Есть люди, которые позаботятся о моей семье. Есть люди, которые в нужный момент, если моя супруга позвонит и чего-то попросит, они помогут ей. И я абсолютно спокойно могу ехать. Конечно же, я уповаю на Бога, но есть те связи, которые, братья и сестры, нас взаимно скрепляют. Здесь написано, посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Вот это служение, оно скрепляет нас, когда мы служим друг другу. И когда какой-то человек не может куда-то поехать, или что-то такое, ну, какой-то серьезный шаг в своей жизни сделать, он может просто, ну, поддержать другого человека, который готов это делать, который понимает, что Бог его призывает. Он может просто поддержать его руки, он может прийти и сказать, послушай, чем я могу послужить тебе? И это всегда скрепляет и соединяет церковь. Вы знаете, есть искушение, вот, ну, служить не к созиданию, а к разрушению церкви, говорить какие-то слова, делать какие-то поступки, да. И, может быть, и, ну, вот, бывает так вот в нашей церкви, какой-то человек впадает, ну, в искушение и говорит, ну, вот, может быть, в церкви говорят так, а я имею вот свое мнение. У меня есть свое мнение. Ну, хорошо, что у тебя есть свое мнение, ну, прекрасно. Ну, пусть твое мнение не разрушает дело церкви. Пусть твое мнение не несет ущерб. Пусть твое сердце будет открыто для Иисуса Христа и для твоих братьев-сестер, чтобы поддержать их руки, чтобы поддержать Божие дело. И, знаете, вот это вот единство, которое Бог может дать церкви, оно будет ее созидать. И посредством этих взаимноскрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена церковь будет получать превращение для созидания самого себя в любви, как здесь написано. Да, и дальше здесь вот, ну, как бы написано, «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». По суетности ума своего. Есть такие вещи, знаете, когда, ну, вот, они воспаляют наш разум. Воспаляют наш разум. И вот приходит вот эта вот суетность, как демоническая атака в нашу жизнь для того, чтобы не позволить нам быть вот этой взаимноскрепляющей частью церкви, частью тела Иисуса Христа. Нам надо помнить, братья и сестры, то, что церковь, даже поместная церковь, это тело Иисуса Христа. Это не просто здание и собрание людей, это тело Иисуса Христа. И каждый из нас является частью тела Иисуса Христа. Это великая тайна, которая открывается через Писание. И каждый из нас, познавая Божью волю, познавая истину, может осознавать, «Господи, а кто я в теле Твоем?» И Бог, когда призывает в тело Иисуса Христа, Он призывает в тело для того, чтобы каждый член, Он служил к созиданию тела. Он служил к созиданию церкви. Есть местописание, где написано то, что один радуется член, то все радуются. Один член переживает, то и все переживают скорби, трудности, потому что мы объединены одним Духом. Мы братья и сестры во Иисусе Христе. Мы объединены Божьей любовью. Церковь сегодня зависит от каждого из нас, то, что будет происходить в нашей жизни и в нашей поместной церкви. Сегодня зависит от каждого из нас, то, что будет происходить во Вселенской Церкви, во всем теле. Каждый из нас – это очень важный человек Церкви. Каждый из нас, он может очень многое сделать для тела Церкви и приобрести себе не осуждение, а приобрести себе венец, приобрести себе награду, приобрести себе Божие благоволение, приобрести себе Божью благодать. Я хотел бы вместе с вами помолиться об этом церкви. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok